Сегодня 18 января. В начале 20 века в Самару пришло электрическое освещение. Газета «Городской Вестник» регулярно печатала график, когда зажгутся фонари. Например, в 1911 году, начиная с 18 января и всю последующую неделю освещение улиц начиналось в 5 вечера, а заканчивалось в 6 утра. Фонарщикам уже не нужно было бродить по темным улицам, зажигая лампы керосиновых фонарей. Отныне уличное освещение включалось централизованно. 18 января 1891 года на одном из самарских заводов начались чайные волнения. Здесь взяли за правило выдавать рабочим жалования не деньгами, а чаем. И хотя чай этот не отличался хорошим качеством, отпускали его в баснословной цене. Возмущению рабочих не было предела. Они были вынуждены сбывать продукт за бесценок, чтобы иметь на руках хоть какие-то копейки. 18 января в 1891 году самарский губернатор Александр Свербеев открыл в губернии приют для малолетних преступников. Здесь нарушители не только отбывали наказание, но и получали нравственное воспитание. Многие из них, признав свою вину, искренне раскаивались и в дальнейшем преступления не совершали. 18 января 1969 года в Куйбышеве построили первый 12-этажный дом на проспекте имени Ленина. Со временем здесь вырос целый микрорайон. А когда-то на проспекте Ленина благоухал знаменитый на всю Россию молоканский фруктовый сад. Посадил его еще в позапрошлом 19 веке самарский купец Акин Фиграчев, молоканин по вероисповеданию. С той поры звались эти сады молоканскими. Сад украшали 4 пруда. На 30 гектарах росли груши, яблони, вишни, почти 5000 деревьев. Сегодня поздравление с днем рождения принимает Геннадий Гридасов, министр здравоохранения Самарской области. Виктор Яросеменко, член общественной палаты Самарской области, почетный гражданин Тольятти. Александр Уланов, самарский автор, переводчик и критик. Сегодня с днем рождения поздравляют Тамару Гверцетели, известную и многими любимую певицу, актрису и композитора. 18 января день ангела отмечают Аполлинария, Татьяна, Евгения и Григория. 18 января главный день святочных гаданий – Крещенский сочельник. Время загадывать желания. В Крещенский сочельник капля освященной воды наделяет такими же свойствами и обычную воду, поэтому и появилось выражение – капля святыни море осветит. Мира, добра, удачи и до завтра.